Добрый вечер! Моя обязанность, Владимир Войнович, как... Владимир Войнович, вы хорошо переносите, когда вас хвалят прямо вот в лицо? Да, говорите, говорите. Живой классик отечественной литературы, так у нас принято говорили. Примерно так, да. Ну вот, живой классик отечественной литературы. Чтение дилетантские, поэтому я все-таки начну с журнала, который только что вышел, вот с такой вот обложкой. Два выдающихся деятеля 20 века. Да, да. Знакомые. Знакомые лица. Но если серьезно, то вот главная тема, она военная, поскольку журнал вышел как раз 22 июня из типографии. Вот, она тема военная и очень, по-моему, тяжелая и серьезная. Здесь основная тема – это судьба военнопленных. То, о чем у нас, в общем-то, пишут, говорят, но относительно недавно только начали говорить, начали писать, говорят не все и пишут не все. И очень много еще в этом направлении надо делать, да. Понятно, что, например, я знаю, что есть энтузиасты, которые хотят и добиваются. Это такой, казалось бы, простой вещь, я просто памятник военнопленным тем миллионам людей, которые просто погибли в нацистских лагерях. Речь не идет о ГУЛАГе и так далее. Вот, так что вот такой вот журнал. И в связи с этим, в связи с этим, я еще вот что хотел сказать, что, вообще-то, я очень хотел, чтобы Владимир Николаевич приехал сюда недели раньше. Я хотел, чтобы мы с вами как раз накануне 22 июня поговорили, во-первых, хотя бы начали наш разговор. Не помню сейчас, по какой причине у нас что-то не сложилось, то ли вы выезжали, то ли что-то не получалось, да. Поэтому мы встречаемся уже после 22 июня. Тем не менее, и в анонсе, который, я думаю, что многие слышали по радио, и вот сегодня я бы хотел начать все-таки именно с военной темы. А если мы говорим о военной теме, то, конечно, тоже вспоминается Чонкин, да. Вот ваш Чонкин, давайте первый вопрос, да. Ваш Чонкин, это ваше отношение к советской армии, к войне, все-таки действие происходит во время войны, да. Что это такое? И ваше отношение вообще к войне, ну, с позиции сегодняшнего дня, я бы сказал, даже так, не к войне, а к истории войны. Ну, да, ну, к войне тоже. Ну, вот мне часто говорят, ну, особенно, между прочим, когда Чонкин, ну, впервые как-то появился в обиходе, он вначале, там, какая-то часть целого ходила по рукам, потом это попало, попало за границу без моего тогда ведома и разрешения. Это была длинная история, меня потом проклинали, но было опубликовано в эмигрантском журнале Грани. И тогда меня, вот, когда прорабатывали, вообще Чонкин воспринимался, и не только теми, которые меня прорабатывали, а очень многими людьми, и даже приличными людьми, как такое, ну, нечто возмутительное такое, как это можно о войне. Вот, ну, и, конечно, говорили, что я смеюсь, там, над памятью павших, над жертвами нашими, над всем, но это, конечно, глупость была. Все, вот, но тогда это казалось очень, очень непривычно, и какие-то люди, там, у меня, значит, я был тогда автором «Нового мира», и Твардовский это отверг и сказал, что это не умно и не смешно и глупо. И потом я, когда я посмел ему возразить, он говорит, ну, вот, давайте поговорим с Дементьевым. Там у него был такой не Дементьев Андрей, который только что умер, а был такой Александр Григорьевич Дементьев, очень такой образованный человек, кстати, ленинградец, оставший по себе, кстати, тогда нехорошую память о Ленинграде, потому что он участвовал там в разгроме чего-то, журналу «Звезда и Ленинград» каким-то образом, но потом он как-то покаялся, но при этом был очень образованный человек и все такое. Он был заместителем Твардовского, вот, и когда, и Твардовский передал мою рукопись ему, и он, значит, читал и говорит мне, потом уже, когда прочитал, мы с ним встретились, он мне говорит, вы понимаете, я вот понимаю, что это у вас очень такой какой-то очевидный большой замысел, вот, но вот я как-то, и я понимаю, и в то же время я это принять не могу. Я, знаете, вот ты рассказал мне такую историю, я однажды, когда был молодым литератором, я плыл на пароходе по Волге, а там была группа чешских филологов, вот, и когда я решил с ними познакомиться, и они тоже, и они очень доброжелательно меня приняли, и все, и спросили меня, знаю ли я чешскую литературу, я сказал, что знаю, вот, и что мне, я очень люблю Гашика и Швейка, естественно, вот, и говорит, и они были так возмущены, и как вы смеете, и вообще это клевета на чешский народ, это клевета на чешскую армию и так далее, значит, так, вот, то есть так это воспринимается, но на самом деле, конечно, вот говорят, можно ли, можно ли шутить, но вот тот же Твардовский написал, жить без шутки, нет, без пищи можно сутки, можно больше, но порой не прожить одной минутки, без чего, без какой-то шутки, без прибаутки, шутки самый немудрой, вот, значит, то есть смеяться можно, есть какие-то, конечно, крайние вещи, там, я не знаю, когда люди загоняют в Освенцовские печи, там уже не над чем смеяться, это какие-то крайние случаи, когда смеяться не над чем, но когда как-то люди находятся даже в каких-то крайних условиях, но они при этом выживают, они остаются живыми над этим, над всякими нелепостями этой жизни и над всякими смешными случаями, в общем, смеяться можно, вот, сейчас, ну, Ченкин уже давным-давно издается, и уже многие люди привыкли, и уже этих проклятий я не слышу, вот, хотя иногда тоже, иногда тоже бывает, но уже не так часто, а тогда это было, в общем, ну, каждый раз, когда переступаешь какую-то черту, тогда, очевидно, я пересек какую-то черту, которая была, и сделал что-то, что было неожидаемо, а теперь, в общем-то, люди уже ко всему привыкли и понимают, что смеяться можно почти над всем, но вот есть какие-то грани человеческого существования, над которыми уже нельзя смеяться. Владимир Николаевич, ну, там же, понимаете, мне так кажется, что то, над чем вы смеетесь в Ченкине, тот образ армии, который там, да, возникает, ну, не хочу делать такого рода обобщение, но все-таки не в этом ли кроется одна из причин, скажем, той же трагедии, там, 41-го года, скажем, да? Ну, в какой-то степени, да, 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 но я просто, к тому, о чем я говорил, мне очень нравится такое высказывание, кто в армии служил, тот в цирке не смеется, да, что армия, армия, это вообще очень смешное, армия, это смешное, смешной институт вообще, да, и, да, ну, это кроется, да, но дело в том, что в армии вообще, даже в любой армии заложены какие-то зерна вот этого, что, сейчас вот так я вам скажу, значит, я когда-то дружил с таким астрофизиком Шкловским, Иосифом Шкловским, и он, когда прочел Ченкина, он сказал, говорит, а как вы вообще могли это написать, это же, я вот служил, я служил до войны, я знаю, что вот армия была такая, а вы служили после войны, а я служил уже в 50-е годы, как это было, я ему сказал, ну, очень просто, просто я читал, а, да, как вы могли угадать, вот какая она была, армия, я говорю, я просто читал, я не знаю, ну, Куприна там и других, я читал, о царской армии, а потом я думал, значит, в мое время, когда я жил уже 50-е годы, она мало отличалась от той царской, значит, я решил, что в промежутке она, очевидно, была тоже примерно такой же, и, конечно, и, конечно, те нелепости, которые в ней существовали, вот, дело в том, что просто армия, советская армия, она была очень старомодна, она, может быть, кстати, может быть, в старомодности были заложены, и была причина ее неуспехов, потому что она, в отличие, в начале войны, во всяком случае, в отличие от немецкой, которая, немецкая армия, она уже была гораздо более, может быть, моторизованная, уже более рассчитывая, у нас еще были маршалы даже, которые рассчитывали на то, что можно с помощью кавалерии выиграть войну, вот, и, потому что армия, это всегда такое костное мышление, костное, вот, и, может быть, она должна быть консервативной, но, с другой стороны, нет, все-таки побеждает, вот мы сейчас видим, когда современные войны, например, скажем, войну, войну шестидневную в Израиле, войну 73-го года в Израиле, там, там просто очевидно, как вот это вот новое мышление и новые концепции, она побеждает гораздо превосходящие силы, ну, что-то я сумбурно говорю, я прошу прощения, да. А вы когда служили, действительно, вы, то есть вы тогда поняли, что все армии примерно одинаковые или нет? Ну, да, я тогда понял, ну, да, потому что, ну, вот, я не зря сказал, что кто в армии служил, тот в цирке не смеется, поэтому, там просто, в самом деле, очень много смешного, очень смешного, нелепого, потому что, ну, это, знаете, вот, если взять, вот, просто, вот, вот я прихожу, я молодой солдат, значит, у нас 10 человек молодых солдат, потом, вот у нас командиры, вот, приходит, значит, там какой-то взводный, у нас были командиры тоже, мы были малообразованные командиры наши были малообразованы, у нас еще были командиры, у нас был, кстати, вот у меня был командир роты, незабываемый, замечательный, просто очень хороший человек, Ленинградец, между прочим, майор Дагаткин, значит, но у него было написано, гражданская специальность, ученик-слесаря, значит, вот, и он был, он был очень смешной, трогательный человек, но, но он, значит, говорил, Войнович, ты почему вот такой вот, это самое, ты что, ты почему такой некультурный, ты вообще что-нибудь читаешь? Я говорю, ну, что-то читаю, он говорит, ну, что ты вот сейчас читаешь? Я говорю, ну, вот, Драйзера читаю, он говорит, потом выстраивает всех и говорит, вот, я спросил курсанта Войновича, что он сейчас читает? А он какого-то Крайзера читает, говорит, нет, вот, Шолохова бы читал, что Крайзера читает там, все, но при этом, правда, очень трогательный был человек, он посадил меня на гауптвахту, а потом, значит, посадил меня, значит, сказал, вот, строгое там, значит, все такое, потом сам пришел на гауптвахту, говорит, ну, ладно, посидел немного, выходи. Я пришел в казарму, лег спать, старшина говорит, вставай, иди на работу, я говорю, не пойду, а почему, я говорю, спать хочу, значит, пошел к майору Догаткину, да, идите, а майор Догаткина вызывает, я иду, товарищ майор, по вашему приказанию прибыл, он говорит, ты почему не идешь работать, куда тебя там, старшина, посылать? Я говорю, ну, товарищ майор, он говорит, устал, да, я говорю, устал, «Ну, пойди, поспи». Без цеплина. Дядька был такой, да, замечательный. Ну, все это, да. А вот командиры, которые, я говорю, были не такие. Майор Дагаткин был просто очень хороший человек. А были такие малообразованные, тупые. Вот он был не тупой, а это были тупые. И они вот берут, значит, вот 10 человек солдат, он выбирает и безошибочно выбирает самого тупого из всех. И говорит, ты будешь командиром отделения. И все. Он становится командиром отделения. Потом ему лычку вешает. И он уже там говорит, значит, и тоже, он, допустим, у нас был такой командир отделения, говорит, Самсонов, построй Петрухина, и идите там куда-то построю. Одного человека построю. Вот. Потом у нас был старший лейтенант Потапов. Он говорил, он говорил, выемка в плече служит для упора приклада автомата. Вот это, вот понимаете. Вот. Ну, вот такие. А, кстати, а майор Дагаткин, значит, у нас курсант Карасев говорит, он говорит, Карасев, вот для чего штык? Или как устроен штык? Он говорит, штык, у него там есть канавки для стока крови. Он говорит, ну да, ну зачем так говорить? Ну, они, конечно, для стока крови, но не надо такого. Хорошо. Владимир Николаевич, значит, в 50-е годы вы служили, да? Да, с 51-го по 55-е. После вашей службы в армии вы угадали прошлое, прошлую армию, да? Да, да, да. А теперь давайте поговорим о том, как вы угадали наше будущее. Я имею в виду 2042 книжку. Что вас навело на то, что мы придем к тому, причем, обратите внимание, мы же всегда перевыполняем планы и раньше времени все делаем, да? До 2042-го года мы все намного раньше реализовали ваш план. Но еще не полно. Еще не полно. Еще не полно? А что еще осталось? Там у меня этого самого мумии из мавзолея продали каким-то американцам. Да, а тут еще нет. Ну, скоро. Да. Нет, но я, вы знаете, тут когда меня даже вот в свое время, когда там были Кашпировский, вот недавно умер этот, который заряжал воду. Чумак. Чумак, да, и все такое. И меня тоже пытались наделить какими-то пророческими способностями. И вот было очень удобное время, мне надо было это так подогреть, сказать, что я действительно там что-то. Вот. Но на самом деле, если говорить всерьез, то просто каждый человек, вообще очень мало кто понимает, что мы живем в истории. большинству людей, подавляющим большинству, кажется, что всегда будет вот так, как мы есть. Как есть сегодня, так будет и завтра. И вот, кстати, про Россию очень многие говорят, вот никогда ничего не изменится, вот так вот и будет, и все такое. Ну, во-первых, Россия все равно медленно меняется, меняется. Вот. А кроме того, очень важно наблюдать те тенденции, которые вот есть сегодня. Чтобы предугадать будущее, можно, вот, я когда задумал... Извините, я вас перебью, когда была написана книжка 2042? Она была, это важно, значит, она была опубликована в 86-м году, но задумана была раньше. Начал я ее писать в 82-м году, а задумал еще немного раньше. А почему? Собственно говоря, вот это то, что считается, что я предугадал, почему? Потому что я наблюдал за теми тенденциями, которые есть. И ясно, что, вот, например, уже в 70-х, в конце 60-х годов, в 70-х, да, во-первых, многие люди, разочаровавшись в единственном научном мировоззрении в коммунизме, значит, пошли в церковь, да, и церковь начинала играть все больше и больше и больше роль в жизни общества. Туда шли интеллигенция, партийные люди, какие-то партийные деятели тайно крестили своих детей, а некоторые всю жизнь, значит, вроде были партийными и атеистами, а завещали себя похоронить по христианскому обряду, ясно было, что церковь будет играть все большую роль и когда-нибудь государство возьмет ее на вооружение, это так мне казалось, значит, и, собственно говоря, так и случилось. В то же время, в то же время, КГБ играло все большую роль не только карающего меча революции, как его раньше называли, но как такой интеллектуальной силы, как мозговой трест, потому что наши руководители советские, они были в основном люди тоже, вот малограмотные вроде этих офицеров, про которых я говорю, но им было все труднее руководить большой страной и они приближали к себе людей более образованных в качестве советников, а откуда они черпали, значит, в основном это МГИМО, например, значит, Институт международных отношений и высшая школа КГБ, потому что КГБшники это были люди нового, ну, КГБшники нового поколения, не старые чекисты в кожанках, а эти новые поколения, они были уже сравнительно хорошо образованы, они знали разные языки, они понимали лучшие партийных оторванных от народа партийных деятелей, понимали положение в стране и имели представление о том, что происходит за границей и так далее, и так далее, и поэтому были незаменимы в качестве советников. Я думаю, что и они будут играть какую-то тоже роль, вот я говорю, не только карателей каких-то, вот, и поэтому у меня там, у меня в Москве 2042 там управляет партией КПГБ, Коммунистическая партия государственной безопасности, да, значит, ну и там, значит, пятиединство, значит, религиозность, что там мне, государственность, партийность, религиозность, госбезопасность, там пятиединство, значит, на чем держится это государство, да, значит, вот это вот все можно было внимательно наблюдая, можно было предположить, что вот эти тенденции разовьются, сольются, и вот будет такое государство. Хорошо, тогда вопрос, как вы понимаете, раз вы так внимательно наблюдали за процессами той поры, там, как вы говорите, 70-е, 80-е уже годы, да, то, что произошло в конце 80-х, начале 90-х, да, вот это вот, ну, назовем ее революцией, давайте я вам по-ленински задам вопрос, кто, кто, вот эти вот люди были движущие силы той революции, какой революции, революции, какой революции, ну, я имею ввиду перестройки, вот это, наконец, нет, ну, значит, раз они были тем мозговым трестом, кто, кто, нет, нет, но дело в том, что приблизили, создали, как не, создали революционную ситуацию, это вожди советские, прежде всего, значит, несмотря на то, что были какие-то, были какие-то у них советники, там, типа, допустим, Бовин был такой человек, Арбатов, Арбатов, Бовин, да, которые, наверное, как-то их пытались от чего-то удержать, удержать, но при этом эта машина продолжала развиваться в сторону ужесточения каких-то порядков, значит, создали революционную ситуацию, вот когда говорят, кто развалил Советский Союз, там говорят, Горбачев, Ельцин, да, развалили, я считаю, что, ну, я уже не говорю о том, что заложены были сразу, фундамент был этого государства, не тот, но, если говорить о последних годах существования государства, конечно, его развалили больше тех, это Брежнев, Андропов, Черненко, они все, потому что они ввели совершенно гибельную политику, если говорить о сравнительно последних годах, годах советского государства, то был, например, шанс, я считаю, в 68-м году, когда, когда было, так называемая, пражская весна, пражские реформы, вот им бы тогда подхватить, то Советский Союз еще мог просуществовать, какое-то время мог просуществовать, но, поскольку они пошли в противоположном, значит, они сделали, они предопределили крах Советского Союза. Я знаете, почему я вам задал этот вопрос? Потому что, ведь до сих пор бытует версия, что, собственно говоря, все те события, там, 91-92-го года, да и предыдущие тоже, в какой-то мере, она такая конспирологическая версия, что это все подготовлено, действительно, вот этими, действительно, может быть, интеллектуально более подготовленными людьми, скажем, там, из того же КГБ, да, которые уже понимали, что этому строю, этой стране приходит конец, и они уже готовили, как бы уже и для себя, вот, будущую, будущую Россию, да, и чуть ли не они, ну, если не спровоцировали те события, то, во всем случае, не мешали им, несмотря даже на попытку такую, вот, очень, какую-то непонятную, там, товарища Крючкова, скажем, да, ну, я имею в виду в августе, не успевал. Нет, я, честно говоря, не думаю, я просто думаю, что они, они пытались, ну, они тоже, они тоже были советские люди, они тоже были партийные люди, они были все, они просто, ну, просто пытались смягчить какие-то очевидные глупости, я не думаю, что у них был какой-то определенный план, может быть, они, может быть, они думали о каком-нибудь, социалистическом обществе более разумном, не с человеческим лицом, а более, ну, вот именно, более прагматичным. Сказал бы, более эффективным, может быть. Да, более эффективным, прагматичным, да, без всякой... В материальной, в материальной сфере, скажем. Да, ну, потому что, понимаете, дело в том, что, вот, например, скажем, это уже... Это я делаю? Это от микрофона? Это от микрофона? От моего, да? Давайте его в руках буду держать. Нет, вот так, да? А, ну, хорошо, вот так. Значит, я думал, что там что-то падает все время. оказывается... Да, извините, Владимир Владимирович. Извините, да. О чем... Да, ну, мы говорили об этом... Ну, да, что... Да, дело в том, что, вот, например, значит, после хрущевской оттепели, это было просто очень неразумно, опять попытаться восстановить то, что уже не восстанавливалось. Страна пошла вспять, и совершались совершенно глупые вещи. Вот, усиливалась цензура. Цензура до нелепости уже дошла, потому что, вот, если раньше, значит, ну, цензурировалось там просто, там, ну, нельзя было против советской власти писать. Но у нас ведь люди, вот, например, когда я оказался в эмиграции, пытался объяснить, что такое советская цензура, они не могли понять, почему. Потому что у нас же в цензуре, цензура, значит, она не просто там какие-то выступления, там, какие-то тексты, критикующие советскую власть, но, значит, но выискивали, выискивали подтекст. Вот, например, значит, ну, подтекст везде было, в театре особенно, заметно было, значит, например, когда выходит человек и говорит, не все в порядке в государстве датском, да, значит, раздаются бурные аплодисменты, все понимают, что имеется в виду не датское государство, а какое-то другое, да, значит, стали выискивать вот это, и вычеркивать, и, например, скажем, когда Михаил Ром сделал фильм «Обыкновенный фашизм», да, «Обыкновенный фашизм». Там было двойное дно, да, это все видели вообще. Ну да, это все видели, но дело в том, что, ну, каким-нибудь партийным деятелям промолчать бы, а ему Суслов сказал, Михаил Ильич, а за что вы нас так ненавидите? То есть, он, потому что, он все понял, что, да, обыкновенный фашизм, это о них, да, вот, и поэтому запрещено, кстати, было писать, вообще-то описывать гитлеровскую Германию и вообще порядки в гитлерской Германии и искусство ее и все такое, потому что было очень похоже. Идеологию фашизма, да, но дело в том, что уже при Брежневе это уже дошло до какого-то, значит, появилось понятие неконтролируемый подтекст, уже нет, нет и какие-то прямые намеки, а вот там, и говорили, вот Григорий Чухрай, кинорежиссер, он сказал однажды так, говорит, вот что такое неконтролируемый подтекст, это вот, например, вот вы сидите в кино и вам показывают видовой фильм, там, Кавказские горы, Казбек, Орел с какой-то вершины, значит, парит неподвижно, да, чего-то еще такое, там, облака синие, все такое, вы смотрите на это, на все и думаете, а все-таки Брежнев сволочь, да, это, это неконтролируемый подтекст, да, вот, значит, и боролись, и боролись тоже, боролись, например, с наукой, да, боролись, каждому ученому были представлены все это секретно, но поэтому наука отставала, потому что у ученых лишали возможности живого общения со своими коллегами западной, обмениваться идеями, открытиями, и все такое, вот, ну, вот, вот это все, оно, оно делало, общее, оно делало систему закостеневшей, и, правда, это же уже дошло до того, что, ну, это особенно чувствовалось в этом самом быту, все люди чувствовали, потому что не было продуктов питания уже в 80-х годах, это уже, вот я, это уже, кажется, я был за границей, когда, когда, значит, постановили, что надо не выбрасывать отходы пищевые, а и ставили в подъезд, на лестничных площадках пищевые отходы для переработки, кстати говоря, у меня вот в этом самом, Москва 2042, там у меня, ну, некоторые сначала возмущались, там у меня, там шутка такая, кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично, да, но это же идея, это не я придумал, я это просто преобразил как-то, ну, например, в такой же системе, как в китайской, до того времени, еще при Мао Цзэдун, Мао Цзэдун, например, сказал, для того, чтобы улучшить экономику, мы должны знать, что желудок каждого китайца, это небольшой завод по производству удобрений, да, вот, кроме того, уже были, уже были всякие научные, ну, не фантастика, научные такие прогнозы и предложения, значит, в дальних полетах, на Марс, может быть, еще дальше, значит, чтобы все это перерабатывалось, чтобы было то, что у меня в другом моем сочинении, Гладышев говорит, круговорот дерьма в природе, да, это значит, за всем этим, за всем этим были какие-то реальные, реальные вещи, вот, ну, вот так, Владимир Игоревич, а давайте немножко о другом, то есть, о том времени, советском времени, еще вот такой, может быть, вопрос, когда вы попали в Апалу, ну, после Чонкина, да, в связи с Чонкиной, но не только, нет, не только, я попал, ну, здесь вот мало уже, кто-то помнит, мы сейчас с вами говорили, там, я помню вашу Иванкиаду, еще там, да, вот, а вам предлагали, ну, как сказать, изменить, а вы там, пишите о достижениях советского народа, да, и все будет у вас хорошо. Это значит, у меня был двоюродный брат. Или нет, или не писали, или не предлагали. Нет, нет, в какой-то степени предлагали, сейчас вам скажу, у меня был двоюродный брат, он жил в Ярославле, однажды взволнованный моими всеми неприятностями, он приехал из Ярославля специально ко мне, и говорит, ты знаешь что, ты, 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 напиши что-нибудь о Брежневе, и все будет хорошо. Он думал, что я сам догадаться до этого не могу. Вот. Нет, ну, в прямую не предлагали, но делали, вот, была такая серия пламенные революционеры. Вот, я считаю, что она была специально создана для того, чтобы люди, которые, ну, как-то, такой, критически настроенные, чтобы они не писали о современности. Пусть они там уйдут в историю, что-нибудь такое пишут, и тогда, значит, Акуджава написала о декабристах, Аксёна написала о Красине, Аксёна написала о Робеспире, а я написал о Вере Фигнер. Вот. Да. Нет, ну, я серьезно писал эту книгу, я просто, ну, я в ней не кривил душой, потому что я, мне предложили список разных революционеров, я ее выбрал, потому что я считал ее, ну, интересным персонажем истории, и тот период, который я описываю, мне кажется, он должен быть очень поучительным. В чем я, вот вы говорили, что довольно смешная советская цензура была, а вот, если можно ли это назвать смешным, не знаю, как они, где они проводили вот эту грань, да, между тем, ну, с ним можно еще все-таки мириться, там, ну, условно говоря, не знаю, там, Трифонов, да, или, ну, можно назвать, довольно много имен, писателей, ну, таких, нельзя сказать, что конформистов, да, такие, и есть группа писателей, которые нет, вот нет, вот Войнович, там, тот же Аксионов, тот же Гладилин, которого сейчас все назвали, но они нас всех пробовали, они нас пробовали, значит, вот я говорю, извините, кстати, Булат Шалович, тогда оставался до конца, фактически, да, никуда, нет, ну, да, 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 но они, они, они нас всех постепенно вгоняли в это, потому что, понимаете, вот вы сказали Заченкина, не только Заченкина, дело в том, что, когда арестовали в 65-м году Синявского и Даниэля, вот, тогда, собственно, начались первые такие протесты, потому что до этого, до этого протестов не было общественных никаких, значимых, ну, не говоря... Письма начались, да, письма начались, ну, до этого было, скажем, допустим, там, восстание в Новочеркасске, но это уже такие крайние формы, а такого, а такого вот интеллектуального протеста не было, а началось вот с ареста и суда над Синявским и Даниэлем, тогда... Метрополь был позже, да? Метрополь был намного позже, Метрополь, извините, у меня была фикция, это была, это была видимость протеста, значит, если, ну, я не буду об этом говорить, просто мы уйдем в сторону. Значит, ну, я вижу просто, дело в том, что уже, конечно, мало кто представляет себе, что это было. это было, это было, это было постепенное, постепенное противостояние какой-то, ну, группа людей, которая расширялась, конечно, с государством, значит, государство применяло разные, значит, сначала, сначала, было написано письмо в защиту Синявского и Даниэля, так, письмо было такое, вполне лояльное, значит, оно было, кстати, написано по моей инициативе, но не мной, я не знаю, кто его писал, но было предложено, когда посадили Синявского и Даниэля, был большой международный скандал, просто огромный, огромный скандал, и поэтому, ну, было на Западе много всяких протестов, и все время на советских связи развещали все радиостанции, которые все время говорили об этом, вот, и мне, например, показалось, вот я решил, что советская власть совершила большую глупость, и мне показалось, что они, опять что-то, я молчу вообще, да, и мне показалось, что советская власть совершила большую глупость, и что они понимают, и не знают, какой выход из этого, и поэтому, там была такая история, к нам, значит, поскольку многие писатели, а, нет, писатели просто еще так, только выражали возмущение, значит, этим процессом, но власть уже как-то так забеспокоилась немного, и к нам прислали тогда судью Верховного Суда, председателем Верховного Суда, был такой судья Смирнов, который, значит, нам пытался объяснить, что вот Синявского Даниэля, посадили правильно, вот, и правильно, потому что они действительно совершили преступление, значит, вот, а я написал записку анонимную, это на собрание, написал, а что, если нам, писателям, если мы писатели возьмем Синявского Даниэля на пороге, я думал, вот хороший выход, они, власть считает, что они преступники, ладно, вы их, значит, так, уже арестовали, осудили, но писательская общественность просит взять на пороге, ну, значит, вы отдадите, ну, и как-то, в общем, это все смикшируется, и такое у меня, значит, компромиссно-комформистский такой ход у меня был, значит, я послал эту записку, ее зачитали, там, а вел это собрание Михалков, старший Михалков Сергей, который прочел эту записку, сказал, и да, написал, что если мы возьмем писателей этих на пороге, он написал, он говорит, вот, прочел записку, говорит, какие писатели, слава богу, у нас есть КГБ, которое защищает нас от таких писателей, значит, да, а потом было все-таки написано это письмо, но власть не воспользовалась этим, значит, и они поехали в мордовские лагеря, а потом, а потом пошло дальше, а потом Гинсбург, Голландсков, и Голландсков они создали, Гинсбург в основном создал такую белую книгу, где отчет был об этом процессе, Александр Гинсбург, отчет об этом процессе, там официальные материалы, и отклики, и уже первый сам издак там, и все такое, уже Гинсбург и Голландсков посадили, значит, мы теперь стали заступаться за этих, я там и другие, да, поэтому мне первый, объявили первый выговор, сразу строгий выговор с предупреждением, вот уже за это письмо, за то, что я подписал письмо в защиту Гинсбурга и Голландского, вот, причем, наказывали по-разному, наказывали по-разному, наказывали, у меня в это время, у меня была такая пояс, два товарища, она была инсценирована, и пьеса была примерно в полусотне театров по всей стране, вот, и поэтому меня наказали больше других, потому что говорили, мы ему платим столько денег, я стал действительно много денег получить, мы ему платим столько денег, а он себя так ведет, а кто мало денег получал, того меньше наказали, понимаете, вот, а меня наказали, значит, ну, а что означал выговор с предупреждением, это значит запрещение всех книг, всех, это не то, что сейчас у нас, например, некоторые люди там, ну, выступают, так и всяко, значит, как-то все равно печатаются, да, допустим, какой-нибудь первый канал их не упоминает, а по Эхо Москвы, там, по Эхо Москвы они выступают, тогда этого не было, это все запрещено, все тотально запрещено, и упоминаем, не твоего имени, не то, что там эта вот книга, эта книга запрещена, а другая нет, нет, все подряд, вот, значит, постепенно, а потом это начинает, а ты начинаешь бороться, а ты доказываешь свои права, тебя наказывает все больше, больше меня в конце концов, у меня было, значит, три выговора, из них, с предупреждением, из них было два, с последним предупреждением, когда меня уже исключали, а власть, при этом она хотела держать, она хотела нас давить, и при этом, например, когда меня уже должны были исключить, и я уже, я уже согласился с тем, чтобы меня исключать, мне позвонил, у нас был начальник такой, генерал-лейтенант КГБ Ильин, он был одновременно секретарь Союза Писателей, и он говорит, приходите, поговорим, мы не хотим вашей крови, мы не будем вас исключать, а я был запрещен вообще, и мне толку уже не было там, я говорю, нет, я к вам не приду, вы, кроме всего, не можете меня исключить, у меня уже два выговора с последним предупреждением, он говорит, ну мы вам дадим третье последнее предупреждение, вот, они хотели держать, но тут уже я... А вот смотрите, все-таки, несмотря ни на что, по моим воспоминаниям, там, отнюдь не писательским, все-таки, тогдашняя власть, советская власть, да, она болезненно реагировала, там, скажем, на международную реакцию, да, они не хотели этого, болезненно, да, с одной стороны, вроде наказывали, там, да, высылали и так далее, но международные сказал, им не нравились, да, а такое впечатление, что сегодня плевать, ну и говорите, что хотите. Да, почти, почти, я думаю, что все-таки вот... Санкции, да, санкции, это плохо, потому что это экономика, это нечто, можно почувствовать. по... Да, 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 нет, советская власть действительно болезненно реагировала, но она реагировала как при этом? При этом она реагировала так, что она, когда, значит, она этих людей, которые были причиной этих скандалов на Западе, она, она их наказывала, но, но она была, она проявляла осторожность, потому что, например, Синьявской Дениевой посадили, и был огромный скандал, поэтому других писателей уже старались вот выдавить вообще как-нибудь, но при этом, при этом, значит, вот все запрещали, значит, там говорили там, ну, про меня, например, говорили, мы его заморим голодом, значит, или там чего-нибудь еще, все, но, но уже старались вот не сажать. Да. Я говорю, а если с сегодняшним днем сравнить? Да, я хочу сказать, и когда, если человек привлекал к себе большое внимание, ну, например, Буковский, да, то с ним начинали считаться, да, начинали считаться, а сейчас, да, сейчас власть отличается от этого, от той, пожалуй, вот, абсолютным каким-то бесчувствием, вот, я бы сказал, та, та была чувствительная, да, она ощущала это. Я просто хочу, вот, как ваше, ваше же тоже ощущение, вот это ваше будущее, или уже настоящее КПГБ, да? Да. Из чего это все вырастает? Ну, оно вырастает, оно вырастает все-таки, наверное, из вековой традиции, такой, что... Рабство? Да, ну да, все-таки, да. Но все равно... А вы говорите, что меняется Россия? А Россия меняется, вот я, особенно, когда я выступаю за границей, и мне там часто говорят, вот Россия, я говорю, если бы ничего не менялось, то вы бы сейчас сидели у себя или в Москве, или в Петербурге, или в Тьмоторакане, и были бы невыездными, а вы сейчас сидите здесь все. Значит, значит, меняется, и меняется, и мы с вами сейчас говорим, и все-таки мы надеемся, что когда мы с вами выйдем, нас не повяжут, я даже думаю, что может у меня еще какая-нибудь книжка выйдет после этого, вот, и так далее, то есть меняется, меняется, и Россия сделала уже шаг, она сделает следующий, если вот вы хотите предсказания на будущее, я вам могу сказать, что скоро наступит новая перестройка, и будет сделан еще один шаг, который я не знаю, чем, ну я правда не знаю, чем кончится, потому что Россию ждут сейчас большие испытания, да. То есть 2042 мы реализовали раньше времени, раньше срок, реализовали раньше времени, поэтому теперь идет к новым рубежам, как у нас говорится. 2043 или 2083, 2083, да. Ну и сколько вы лет даете на будущее перестройство? Лет я, немного, я так скажу, я скажу осторожно, я боюсь, потому что когда конкретные сроки называешь, но лет немного, люди, которые, которые не достигли моего возраста, еще увидят небо в алмазах, как однажды, знаете, это, когда вот у меня были такие уже сложные времена, у меня был такой друг, Евгений Александрович Гнедин, сын Парвуса, между прочим, да, вот, и был еще такой в редколлегии Нового Мира, человек Ефим Дорож, очень мрачный человек, вот, так Гнедин, несмотря на то, что он 17 лет сидел в лагерях, он был оптимист, и он мне сказал, вы еще увидите небо в алмазах, а Дорож сказал, или в овчинку, тогда, тогда сказал Гнедин, говорит, в овчинку, но в алмазах, вот такой компромисс, да, так что, да, вот это вот будет, наступят скоро следующие перемены, Россия обязательно совершит следующий шаг, шаг к свободе и демократии, а чем кончится, не знаю, я это гарантировать не могу. Вообще, вся история государства российского, не доказывает, что это вообще нереализуемо? Не доказывает, потому что, потому что Россия просто с замедлением, значит, развивается. Ну да, нет, но она сильно отстает от других стран, но она все равно куда-то туда движется, через пень-колоду, через ужасный, конечно, через ужасный период советской власти, особенно сталинский период, вот, ну и ленинский тоже, через все это, но все-таки, дело в том, что, ведь до войны, вся Европа была, почти вся Европа была фашистская, потому что, ну, гитлеровский режим, Франко, Венгрия, Муссолини в Италии, значит, все, собственно говоря, это были все тоталитарные режимы, они, они отличались, конечно, от советской власти, советская власть была хуже всех, кроме гитлеровского, да, вот, но все-таки, они, теперь Европа совсем другая, и то, что, тот пример, который Европа подает, он настолько соблазнителен, что, вот, Россия сдвинется. Вот, для того, чтобы это все наступило, фашизм должен был проиграть, войну. Ну, да, да, но фашизм проиграл не просто войну, потому что, ну, Германия была разгромлена, а там, но остальные... Фашизм был разгромлен вместе со странными носителями, я бы сказал. Ну, да, не, ну, не все, ну, а что с Испанией, что там, как было? Ну, там вот помягче все было. Ну, да, ну, собственно говоря, нет. Фашизм был разгромлен тоже идеологически, просто люди, наконец, ужаснувшись вообще всему, что было, они, они сделали выводы и построили человеческое общество, собственно... Ну, надо сказать, что фашизм, мне так кажется, во всяком случае, фашизм был разгромлен в какой-то мере, не то, чтобы в каком смысле искусственно, его громили, да, причем громили довольно искусно, ну, да, ограничивая, там, навязывая очень многое, той же Германии, да, в послевоенный период, те там союзники наши, да, ну, конечно, мы с ГДР работали, они работали там в Западной Германии, тоже довольно жестко по... Да, да, но совершенно верно, конечно, не с Германией, конечно, там союзники сурово обходились, и я бы сказал, Владимир Николаевич, что не сильно того, не сильно вру, но сказать, что до конца все это вырвано с корнем, так нет. Ну, оно не... Вы знаете Германию хорошо, то есть в Германии даже, да, а у нас? А у нас, а мы еще просто не прошли этого, мы этого пути не прошли, мы сделали... Мы проходим, мы снова начинаем проходить тот путь, который мы проходили, не с фашизмом, а, так скажем, с красным тоталитаризмом, да? Да. Но мы просто пошли опять в обратную сторону, естественно. Собственно говоря, российская история, она всегда развивается по принципу маятника, туда-сюда, туда-сюда, но все-таки... Все понятно, потому что у действительных членов партии КПГБ, у них есть свой опыт, который они повторяют, собственно. Они повторяют, да, но дело в том, что они повторяют ошибки того, значит, они теперь опять... Дело в том, что у нас опять создана такая нежизнеспособная структура, и она рухнет. Вот и все. Давайте вам последний вопрос задам в надежде на ваш прогноз. То, что происходило тогда, закончилось в 91-м году, в 92-м году, плюс ко всему, не только, так сказать, концом тоталитаризма, коммунизма, но и распадом союза. Вот ваша новая перестройка, которую вы нам предсказываете, обещаете, и так далее, повлияет ли каким-то образом на судьбу России? Она повлияет. Она повлияет. И, к сожалению... Судьбу я имею в виду... Да, 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 я понимаю. Дело в том, что, значит, та политика, которая сейчас происходит, она завела Россию, на самом деле, в тупик. Выхода нет. Выход только в новый... Ну, типа перестройки. Не знаю, как это будет названо. У нас была оттепель, потом была перестройка. Наверное, да. В принципе, перестройка должна быть. Потому что... Потому что следующие руководители страны, они, во-первых, им надо будет улучшать отношения внутри страны, вовне, мириться с миром, потому что Россия не может во враждебных отношениях со всем миром состоять. Значит, я думаю, что где-то там в недрах этих там руководящих структур где-то такая мысль зреет, да? Кроме того, когда придут к власти новые люди, значит, мы, кроме всего, надо будет сказать, а кто виноват во всем? Как? У нас пришел Хрущев, был виноват Сталин. Значит, пришел Брежнев, стал виноват Хрущев, да? Значит, пришел Горбачев, значит, стали виноваты Брежнев. Значит, когда придут следы, кто будет виноват, догадайтесь сами. Так? С трех раз. С трех раз. С одного можно догадаться, да? Кто будет виноват. Потому что всегда нужен кто-то, кто был виноват в том. Вот, значит, были, у нас были лихие 90-е, значит, а какими будут названы эти, я не знаю. Значит, короче говоря, будет новая перестройка неизбежна, так? А когда происходят такие события, как новая перестройка, значит, вливаются в политику разные силы, в том числе силы радикальные. Кроме того, накапливаются разные, разные центробежные силы всякие. Значит, и это будет период очень опасный. И вполне возможно, для целостности России, что эта целостность будет нарушена. Вполне возможно, что Россия распадется на какие-то куски. Я думаю, что вполне возможно, что Кавказ отпадет весь, целиком там. И Чечня, и Дагестан, и все. Они оторвутся, потому что тогда дело в том, что в это время государственный механизм, государство сильно слабеет, и оно не сможет удержать. Это нужно будет очень большая сила, чтобы удержать, удержать Кавказ. Кавказ, потом, я не знаю, Татарстан. Тоже власть играет в какие-то глупые игры. Там в Татарстане, там что, делают татарский язык, вроде как, который изучать не обязательно. Мы знаем, что эти национальные чувства, они играют большую роль в таких событиях. А там уже власть оскорбляет чувства большого количества жителей в большой республике. Ну, хорошо. Ничего хорошего, конечно. Ничего хорошего. Ничего хорошего. как час прошел, тогда передаем слово залу. Только дожидайтесь тогда микрофона, ладно? Влад, давай. Владимир Николаевич, вы, мне кажется, напрасно скромничаете и свой пророческий дар как-то принижаете. Говорите, что любой мог вычислить по крестящимся коммунистам и роли КГБ, а там немецкий язык, это тоже всем было ясно, что ли, что гениалиссимус будет владеть свободно немецким языком и прочее. Мне кажется, есть такая версия, что, во-первых, вы зря говорите, что 2042 уже заранее выпало. Мы еще как там, компот гвардейский из... я думаю, что все сложится не в 2042, а когда 100 лет Владимиру Войновичу исполнится, дай бог вам встретить, это как раз и увидит, примерно 2032 будет, раньше немножко. А вот у меня есть такое мнение, что ваши пророчества исполнились не совсем точно по той простой причине, что вы их опубликовали заранее. Если бы вы написали в стол и все это записали, то исполнилось бы точно-точно. Вот Солженицын не вернулся и все ждали, когда же он вернется, начиная с 91-го и даже раньше. А он, прочитав эту книгу, взвешивал и менял планы. И все равно не смог иначе. Он примерно по той же схеме и приехал в поезде из Владивостока. А вот мне кажется, что августовская революция произошла бы. Если бы вы книгу свою не публиковали, то победила бы КЧП. Там Ельцина бы убили, Цепчака бы арестовали и лидером демократического движения стал бы мэром Петербурга стал бы Путин тогда. И где-то через ближайшее время он скинул бы. И все вышло бы строго по вашей схеме. Как вы находитесь? Вы пишете, по-моему, сейчас 2042-2. Знаете, как пишут? 2-0. Я предлагаю Владимира Николаевича. Нет, но если бы он стал мэром Петербурга, он бы, наверное, дальше рос. И дорос бы до того... Нет, он сверх бы московскую вот эту вот, КЧП-скую. Да. Сверх бы, рынка бы не было. Рыночных отношений, а было бы как... А, ну да. А, ну да, да, да. Но было бы... Ну да. В общем, зря через рынок прошли, а то бы все было точно абсолютно. Ну да. Ну, собственно говоря, вы написали другую картину, поэтому... Поэтому я подумаю, как и... Значит, ну, если я запишу, это уже будет плагиат, если я сделаю поправку на это. да. Спасибо. Вы хотели еще... Владимир Николаевич, вот как выглядит высылка из страны? Вы прошли через это? К чему нам готовиться? Это по процедуре. Вы готовитесь к высылке? Вы сажают на поезд, высаживают на станции за границей, и вы без денег, без всего начинаете жить дальше. Пешком через границу? Да, пешком через границу. Вот этот момент мне всегда просто... Ну, был я не очень понятен. Знаете, как еще... Помните, как эти самые... На каких-то... На коровьях копытах, да, в переходе? Ну да. Нет, но это бывает по-разному. Например, как вы знаете, Буковского хулигана обменяли на Луиса Корвалана, значит, вот оставили его... Когда, значит, Буковскому Солженицын говорил, что нас примерно одинаково вывезли, Буковского это возмущало, потому что он говорил, меня на отдельном самолете, на военном, значит, доставили одного в наручниках, а Солженицына доставили на пассажирском самолете. Так не оказали ему такой чести. Вы на каком самолете? А я на пассажирском. Значит, я вам так скажу, если говорить подробно. Ну, значит, то есть люди по-разному. Значит, меня, начиная примерно с вот 68-го года, меня все время выталкивали разным способом. Мне, ну, там, звонили по телефону или какие-то дружелюбные люди говорили, знаешь, что ты вот лучше уезжай, а то там будет. Ну, ты же знаешь, с кем ты имеешь дело. Вот. У меня была интересная история, значит, когда я уже на самом деле уезжал, вдруг прибежала одна из моих соседок там по писательскому дому и говорит, уезжайте, уезжайте отсюда, уезжайте немедленно, значит, эта страна не заслуживает вас, вы такой хороший, вы такой замечательный, вы уезжайте. значит, я кого-то спросил, а что это? А, говорит, она подала заявление на твою квартиру. Значит, так, вот, да, так вот, да, то есть по-разному. И там мне присылали, мне присылали, например, это метро-аэропорт, да? Да, метро-аэропорт. Однажды мне прислали из Израиля приглашение от какой-то неизвестной мне тети, которая, перечисляя всех моих ближайших родственников, часть которых жила в провинции, и, значит, тетя точно не могла знать их адреса, были их имена, отчества, фамилии, и адреса были написаны. А я сопротивлялся. Но к 80-му году уже мое терпение уже кончилось. Я уже сидел, значит, я все время окружен, все время за мной ходят, за мной ездят, значит, это просто телефон у меня выключен, значит, там еще что-то. Выходишь на улицу, никогда не знаешь, вернешься или нету. Бывают хулиганы какие-то нападают, значит, потом еще что-то. Хулиганы, это, конечно, КГБшники. У меня был, кстати, тогда баллончик газовый, которых тогда ни у кого не было. Мне привезли из-за границы. Когда я выходил, жена говорила, что ну, ты будь осторожен, я говорю, ничего, я вооружен и очень опасен. так вот, значит, ну, конец 79-го года советские войска уходят в Афганистан, Сахарова высылают, значит, я написал письмо в защиту, я написал письмо в защиту Сахарова, такое ироническое, оно было, ну, я написал в таком духе, как пародия, значит, были, знаете, в советское время, когда человека награждали каким-то орденом, он писал обычно в газету «Известия», прошу через вашу газету выразить мою глубокую благодарность общественным, моим сослуживцам, общественным организациям и отдельным товарищам, которые поздравили меня с высокой правительственной наградой. Я написал, прошу через вашу газету «Известия» тоже выразить моё глубокое отвращение ко всем, значит, трудовым коллективам, мастерам сцены, художникам слова и, значит, организациям, а также депутатам, лауреатам и отдельным товарищам, которые уже выразили, нет, которые приняли участие в травле лучшего человека нашей страны Андрея Дмитриевича Сахарова. Значит, после этого, вскоре после этого, ко мне явился человек, который сказал, Владимир Николаевич, я из райкома КПСС, моя фамилия Богданов, мне поручено сообщить, что терпение советской власти и народа кончено, если вы не измените текущую ситуацию, ваша жизнь здесь станет невыносимой. Я говорю, она у меня уже невыносимая, и если, речь идет о том, чтобы я покинул, я говорю, хорошо, я готов. После этого прошло какое-то время, я говорю, так и передайте, кому, кто вас послал. Он говорит, хорошо, я передам, и ушел. Ушел, проходит какое-то время, приходит ко мне, у меня был друг такой, писатель Владимир Санин, а у него был друг, еще член Союза писателей, некто Идашкин. Вот. Ну, очевидно, человек из КГБ он был. Значит, он говорит, Санин приходит, говорит, слушай, я встретил Юрку Идашкина. Вот. И Юрка говорит, а он работает у Стукалина, Стукалина был министр печати такой, говорит, он работает у Стукалина, и он вошел в кабинет, и, значит, я там Стукалина разговаривал с каким-то еще человеком, он не знает, кто это такой, и этот человек сказал, Стукалина, ну, с войной очем вообще пора кончать. А я спросил Идашкина, а что значит кончать? Идашкин говорит, ну, ты же знаешь, ну, автомобильные аварии, бывают там всякие, все такое. Значит, то есть, ко мне, значит, при, то есть, уже после того, как я сказал, что я готов, они, значит, еще мне дополнительно, не за... меня удивило просто, мне угрожали много раз, поэтому и меня это уже не так пугало, но удивило, зачем они мне угрожают, когда я уже выразил согласие, что я уеду. Я тогда взял, оторвал просто листок бумаги, вот так, нарочно, значит, неаккуратно, оторвал нарочно, и написал, значит, я же уже сказал, что я готов уехать, я готов уехать, значит, но если меня к этому будут подвигать какими-то нецивилизованными способами, то, значит, мой ответ будет обратно ожидаемому. Вот, и говорю, передай это и Дашкину. Значит, взял, он так взял, немножко подровнял эти края, о которой я так рваный, значит, потом отнес и Дашкину, потом приходит, говорит, и Дашкин, и Дашкин передал твое заявление, куда надо, говорит, да, вот, значит, и говорит, там очень благосклонно отнеслись, значит, это уже заявление считал, а я не подписался, ничего, не написал кому, не написал от кого, вот, да, потом, значит, это самое, потом я говорю, ну, я говорю, ну, да, у меня есть условия, поэтому, значит, я, я хочу, чтобы кто-нибудь выслушал мои условия. Спросил я и Дашкина, кто может выслушать, значит, приходит, говорит, и Юрка сказал, что он выслушает. Я говорю, я говорю, ну, хорошо, значит, мы встретились с Юркой, и Юрка опять меня начал пугать. Я говорю, ну, что ты же меня пугаешь, ну, меня же пугали уже, значит, это, он мне стал говорить примерно такой, он говорит, вот мы сейчас проигрываем по всем параметрам, говорит, мы сейчас в Афганистане, мы проигрываем по всем параметрам, и нам все равно, проигрываем мы со счетом 0,4 или 0,6, не важно, а тебе будет важно. Вот ты сейчас пока в Москве живешь, ты там, а я писал там разные письма, там вот Иванки Аду, я написал, и я разные письма, хулиганские такие писал, начальство, значит, вот, и пишешь всякие письма, и тебя более-менее не трогает, но если тебя вышлет куда-то, то там ты будешь дело уже, тебя не пасают, а там ты будешь дело иметь с участковым милиционером, и тебе этого хватит. Вот. Я говорю, ну, зачем меня пугать? Я уже сказал, сказал, короче говоря, через некоторое время мне сказали, чтобы я явил, чтобы я подал заявление, я решил, что я подам заявление в АВИР, значит, на выезд за границу, значит, я пришел, а у меня были разные, разные были приглашения из Запада, были из Америки много, из Германии, я уже был членом Баварской Академии, и, значит, и у меня была телеграмма такая из Баварской Академии, что меня приглашают на это самое, на чтение лекции, значит, я эту телеграмму понес там, если можно, я расскажу все-таки, значит, дело в том, что она была написана телеграммом по-немецки, и там было написано Хер Войнович, и, значит, мне прислали с почты записку, гражданин Хер, на вашем имя пришла телеграмма, вот, значит, я пошел с этой телеграммой, значит, там была такая капитан Баймасова, я прихожу туда, и говорю, значит, она говорит, вы чего, она заведовала всеми этими выездами за границу, я говорю, вот хочу в Германию съездить, она говорит, как это вы хотите, для того, что вы хотите, нужно приглашение, я говорю, вот у меня есть приглашение, она говорит, нет, это не приглашение, приглашение должно быть официальное, заверенное нотариусом, на немецком языке, с переводом, нотариальным переводом на русский язык, я говорю, а вы знаете что, а вы пойдите к начальнику вашему, спросите, может, может и такое сойдет, значит, она удивилась и пошла, как ни странно, я думал, она будет возвращать, она пошла, возвращается, говорит, да, это хорошее, приглашение, значит, в общем, короче говоря, в результате 21 декабря, 21 декабря 80-го года я прибыл в город Мюнхен, вот, с русским, советским паспортом, значит, выдано мне на два года, но через полгода меня лишили гражданства. Владимир Николаевич, я хочу сейчас вам задать один вопрос, поскольку вы говорили, там и Сахарова упоминали, Буковского, что вас развело с Солженицыным? Солженицыным меня развело то, что я, когда появился Солженицын, у меня есть книга такая, может быть, кому-то попадался, называется «Портрет на фоне мифа», значит, Солженицыным меня развело то, что я сначала, сначала я его принял с восторгом, как бы большинство людей моего круга, во всяком случае, ну, довольно широкого круга, вот. Я его принял с восторгом, мне очень понравился один день Ивана Денисовича, мне очень нравилось его поведение и все такое, но через какое-то время я стал замечать, что вообще что-то вот мне, ну, я делал не только в самом Солженицыне, а и в окружении Солженицына. Солженицын вдруг стал священной коровой. Вообще, можно, ну, понимаете, мне очень нравилось, что-то мне очень нравилось, но когда я помню, у него была такая поясь, довольно такая неинтересная и даже соцреалистическая, я бы сказал, для пользы дела она называлась, когда я кому-то сказал, что мне не понравилось, мне говорят, как ты смеешь? Я говорю, то есть как это? Ну, как ты смеешься? Это же Солженицын. Я говорю, ну, ну, что Солженицын? Ну, ну, мне Солженицын, мне это нравится, а это мне не нравится. Потом я увидел, что он сам себе очень нравится, что он сам себя, что его люди боготворят, и сам он себя тоже. И он сам себе говорит, что мои произведения, они как прожектор, там, чего-то такое. Но мне стало казаться, что это все-таки смешно, потому что, вы знаете, Толстой говорил, я увидел, что человек, это цена человека, она, это дробь, это, значит, где? В числителе, это то, что человек стоит, а в знаменателе, то, что он сам думает о себе. Чем больше знаменатель, тем меньше все число, да? Я увидел, что Солженица, и вообще, но Солженица стал действительно священной коровой, ничего нельзя было. И когда Москва 2042 вышла, значит, это бы, это печаталось сначала в газете «Новое русское слово» по главам. Значит, вот из номера в номер печатались главы, а там у меня Сим Симович Карнавалов персонаж, он не сразу появляется там, сначала там человек собирается в дальние путешествия, там все такое, и люди читали, и сразу тираж газеты, выросли, это «Нью-Йоркская газета», «Новое русское слово». Значит, все такое, и вдруг, когда пошли главы Асим Симовича Карнавалы, на меня обрушилась просто лавина, лавина ненависти моих людей, моих единомышленников, с которыми вот это вот «Как?» «Солженицын». Мне говорили, что ну, можно кого угодно критиковать, там, подвергать сатире, но не «Солженицын». Я тогда говорил, ну, скажите мне, кого еще нельзя? Назовите еще кого-то одного, я про него напишу тогда тоже. Значит, и то, что про него нельзя, это само по себе уже повод для сатиры. Значит, и те же люди, которые говорили, что ну, вот, ну, никак нельзя потом спрашивали, а что, а он не поцеловал те наемных убийц? Значит, да, я говорю, ну, хорошего же мнения о своем докумире, да, вот. И, короче говоря, и это было, и это было не только, они не только вот просто какие-то люди, но, во-первых, какие-то люди, которые были возмущены, они препятствовали появлению моего романа, значит, например, вот мы сегодня говорили с «Голосом Америки», «Голос Америки» у меня купил права и не передали, когда, значит, потому что побоялись. Говорили тогда, сейчас говорят «Вашингтонский обком», тогда говорили «Вермонтский обком». Значит, американцы, американцы его боялись. Я позвонил, а дело в том, что я был, я жил за границей, мои книги печатали эмигрантские издания, а эмигрантские издания у них, они держались многие, я вам открою большую тайну, значит, вот, а многие держались на том, что ЦРУ закупала у них значительную часть тиража и потом засылала в Советский Союз, значит, вот, и поэтому мою книгу ЦРУ не купила. И мне дали телефон какого-то начальника ЦРУ, я ему позвонил, я говорю, слушайте, а вот интересно, а почему вы, да, почему вы не купили мою книгу, да, значит, а он говорит, а знаете, интереса к ней нет. я говорю, да, а вот у меня многие люди из Советского Союза просят, но я не могу закупить в таких количествах, да, значит, а он мне говорит, ну, хорошо, ну, ну, дайте нам их фамилии и мы им пошлем. Я говорю, а копию в КГБ послать, я говорю, да, значит, список этот, копию в КГБ, он говорит, он разозлился, да, ну, а зачем вы там пишете про Солженицына, я говорю, а вот что, значит, это самое, я-то думал, что я теперь в свободной стране, оказывается, у вас-то тоже нельзя, а где я пишу про Солженицына? Я говорю, я не пишу про Солженицына, я пишу про Сим Симовича Карнавалова, и все, и когда я говорил, что это не Солженицын, сам Солженицын тоже написал, что я написал про него, значит, и что я приписал ему царское происхождение, я ему написал, Александр Исаевич, я не про вас писал, я писал про Сим Симовича Карнавалова, а вам бы я никогда не приписал бы царское происхождение, вот, да, значит, и все, я все время говорил, говорил, что это не про Солженицына, а про Сим Симовича, но мне все равно, нет, тогда я решил написать книгу о своем реальном отношении к Солженицыну, и мое отношение по-прежнему, значит, я хочу сказать, Солженицын, безусловно, историческая фигура, он очень крупный писатель, он не такой классик, вот, как говорили, сравнимый с Толстым, он все-таки пониже, но он, но он действительно крупный писатель, он сыграл огромную роль, не было в мире такого писателя, который сыграл бы такую роль, как у Солженицына, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ» это великая книга, но в его поведении было очень много смешного, ничтожного, и все такое, когда, например, мне сказали, меня спросили про книгу «200 лет вместе», я сказал, что вот, он хотел равновесно, как он пишет, оценить роль евреев и русских в войне, на что ему не хватило совести, ума и таланта, я сказал это публично, там еще люди не привыкли к таким выражениям, и как, неужели так? Я говорю, так, так, ну, вот люди постепенно привыкают, потому что можно говорить и так. Спасибо. Вот вопрос, а, там, какую-то очередь, я не знаю. Александр Владимирович, вы имеете богатый опыт жизни за границей, вот, можете ли вы сравнить немецкое общество и американское, или в более узком смысле российскую иммиграцию в Германии и иммиграцию в Соединенных Штатах? В чем отличие? Что общего? Спасибо. Сейчас вам скажу, ну, как-то американская, вы знаете, американская иммиграция, она вообще более успешная, она, а вообще европейская иммиграция и в Германии, и во Франции, это было видно, когда я оказался на Западе, это видно было по газетам. Вот, например, в этом самом, в Париже выходила газета «Русская мысль», и там печатались объявления, там, значит, ухаживают за ребенком, или там поливают цветы. Был какой-то человек, который писал «Подчиняю маленькие электрические приборы», значит, а в газете «Новое русское слово» в Нью-Йорке, там писали «Продаю кондоминиум, продаю, мне понравилось, тогда я еще был советский человек, не привык, значит, автобусный маршрут с автобусом, я еще понял, что автобус можно купить, ну что можно купить автобусный маршрут, да, да, продаю клинику, продаю, значит, места на кладбище, да, вот такие большие, а этот самый, который писал в этом самом, ну, «В русской мысли», «Подчиняю маленькие электрические приборы», он меня чем-то умилил, он все время писал, «Подчиняю маленькие электрические приборы», это еженедельная газета была, каждый раз, когда в каждом номере этой газеты, и однажды вдруг он исчез, этот человек, я думаю, что с ним случилось, я заволновался, позвонил в редакцию, и говорю, «А что случилось?» «Подчиняю маленькие электрические приборы», говорят, «Вы понимаете, дело в том, что его фамилия Максимов, а, значит, приехал писатель Владимир Максимов, и люди стали обращаться к нему, решая, что он, а он, понимаете, если бы обращаются, подчинять большие электрические приборы, он, может, не так бы обиделся, это маленький электрический прибор, и он устроил скандал, и газета перестала печатать этого, да? Максимов тоже себя любил, Максимов тоже себя любил, да. Короче говоря, значит, вот так, и в Америке просто очень многие люди быстро устроились, а уже устройство людей таких в Европе было, кому уже так, лет за 40 уже было, они с трудом устраивались, они больше уже там жили и живут на социальной помощи. Там в Америке еще так, родился такой новояз, там вот в этих же объявлениях, там, если можно вообще, там, продаю или арендую, там, двухбедрумную квартиру. ну, конечно, да. Да, пожалуйста. Дамикатич, добрый вечер, меня зовут Александр, вот хочу заголовок документа с грифом секретно, он вам раз знаком, это Андропов, 5 апреля 75-го года, пишет записку в ЦК КПСС о намерении писателя Войновича создать в Москве отделение международного пэн-клуба. Ну, вы читали, наверное, да? Я читал, читал. Ну, на всякий случай. Два вопроса у меня в связи с этим. Первое, я помню, был период, не помню точно год, когда Щеранский приехал впервые в Россию, и Путин, по-моему, был тогда директором ФСБ, показал ему его дело, которое в КГБ хранилось. Вопрос первый, вот много сегодня вы рассказывали об этой замечательной организации, о тех записках, которые писали на вас. Вам когда-то предлагали, или, может быть, вы инициировали возможность посмотреть те материалы, которые наверняка в архивах ФСБ сегодня хранятся? Это вопрос первый. И второй вопрос в связи с этой запиской. В отношении пэн-клуба и его история, сегодня, когда возникают голоса интеллигенции в защиту тех или иных в той или иной степени пострадавших, там, режиссер, который сегодня находит, и голодовку держит, там, другой режиссер, который по домашним арестам, в основном голоса деятелей, связанных с театром, с кино, с телевидением, с радио. Писателей мало слышно. В связи с этим, ваше отношение к тем событиям, которые подошли пэн-клубу и вообще возможность как-то реабилитировать эту организацию. Спасибо. Так, во-первых, насчет моего дела. Я когда приехал, дело в том, что, я не знаю, ну, может, кто-то слышал, дело в том, что меня тогда, вот как раз, когда Андропова писал, это вот кончается тем, что у них там есть намерение вызвать и поговорить со мной. Так вот, когда меня вызвали и поговорили, меня во время этого разговора отравили, да, и потом, и потом, когда я говорил, было много людей, которые говорили, не только КГБшники сами, но многие люди, например, Евтушенко говорил, что я вру, что это неправда, что это, я неизвестно, с какой целью говорю, и говорил все время, очень долго, значит, я в конце, меня травмировало, надо сказать, потому что, благодаря этим людям, в общем, как-то на это не было обращено внимания. Я хотел обратить внимание, что вот не только потому, что меня отравили, потому что КГБ использует такие способы воздействия на инакомыслящих. И я когда приехал, я в 92-м году написал Ельцину письмо, что я требую, чтобы мне показали дело мое. И вот, значит, я имел в виду, имел дело с двумя КГБшниками, один из них был начальник архива, его фамилия Краюшкин, генерал, который потом проворовался там. Значит, короче говоря, они мне не показали, они мне не показали, они мне вот эту бумагу дали, еще какую-то, но они мне сначала дали, дали мне, значит, две бумаги, в которых было написано, что мои дела сожжены. Значит, сначала одно дело оперативной разработки 10 томов до моего отъезда, и потом второе дело оперативной подборки после моего приезда уже из-за миграции. Значит, там за несколько месяцев они, значит, собрали тоже еще 4 тома, и это тоже они сожгли. Мне дали два протокола о сожжении этих дел. Я требовал им, чтобы они мне, значит, показали, они говорили, нет, ничего, все сожгли. Значит, я говорю, не может этого быть. Значит, я говорю, все равно у вас есть, если мое дело сожгли, у вас все равно там есть, вот там выдать такому-то, там 20 грамм крысиного яда для того, для оперативной разработки, там, чего-нибудь такого. Еще я говорю, я говорю, а позовите этих людей, которые это делали. Они говорят, да их давно нет, а где мы их будем искать? Я говорю, вы, КГБ, не можете дойти своих собственных сотрудников и так далее. Короче говоря, они мне дело мое не дали, и, значит, вот это одна из нескольких бумаг, которые они мне дали. Значит, а, насчет пент-клуба. Пент-клуб, значит, я вам скажу, дело в том, что пент-клуб с самого начала, когда его возглавлял еще Рыбаков, значит, и потом его перенял битва, это было создано при содействии КГБ в данном случае, да, уже в советское, то есть уже постсоветское время для того, чтобы, значит, вступить в эту международную организацию пент-клуба и как-то на нее влиять, но пока наше государство еще, оно подавало какие-то надежды в новом виде уже, да, то, наверное, пент-клуб играл какую-то положительную роль, положительную роль, но когда у нас, вот, значит, политика приблизилась к тому, что мы сейчас имеем, и когда уже заступаться за узников совести так называемых, да, стало уже опасно, то официальные руководители пент-клуба, у нас Битов там и другие, они стали, они стали имитировать свою заботу, они стали заступаться там, за украинцев каких-нибудь, за грузин, за, еще за кого, а вот за людей типа Сенцова, там, ну и до Сенцова были предшественники, они стали уклоняться, поэтому произошел раскол, сейчас большой раскол, в этом самом часть, часть была исключена руководством пент-клуба, а часть вышла сама из него, из пент-клуба, и сейчас создана, я забыл, как они называются, ассоциация, Бархоминка там, ассоциация свободных писателей, или что-то такое, не помню, как она называется, а нет, свободное слово, вот как она называется, вот такая группа, и они выступают, как вышедшие из союза писателей, но тоже писательская такая группа, они выступают, они выступают в защиту и Сенцова, и всяких, и многих других людей, в защиту Юрия Дмитриева, вот сейчас была большая компания, в защиту других выступает, и все-таки вот на эфи Москвы там Быков, Шендерович, Пархоменко, я иногда тоже чего-то там такое, вот, да, говорим, да, да. Спасибо. Сейчас кто-то вот, ну давайте, вот, кто-то там поднимал руку, наверное. Владимир Николаевич, с удовольствием прочитала вот эту... Пеликана? Малиновый великан. У меня вопрос такой, а клещ-то был? А клещ был, да? Клещ это единственное, что было на самом деле. Да. Клещ явился, значит, да, источником вдохновения. Владимир Николаевич, вот, скажите, пожалуйста, вот, читая «Дилетант», значит, мы можем сделать вывод, что, начиная, там, от царя Александра I, что сколько ниточки не веся, все равно свернется в плеть, да, то есть, сначала, так сказать, как бы, периоды смягчения, потом, значит, диктатуры или, там, авторитаризма и так далее, и так далее. Это по всей истории. Так вот, сейчас мы живем в эпоху, ну, так сказать, достаточно, так сказать, подмороженную, но свободную, в общем-то. Вот, не все просто, и, тем не менее, вот, допустим, что мешает, например, на выборах, которые прошли, людям, которые недовольны, а многие недовольны, проголосовать, значит, так сказать, оценить, от чего это, и проголосовать, значит, например, против, допустим, президента действующего. Да, нет, тем не менее, он там, так сказать, так или иначе, но все равно голосует за него, и вот мои знакомые, друзья тоже, казалось бы, все плохо, но, тем не менее, да, ну, а кого, да, так вот, у меня вопрос такой, а не кажется ли вам, что это вообще, так сказать, генетическое, заложенное на нашей территории, так сказать, в нашем менталитете основа, что вообще мы, нам, собственно, и не нужно, вот там, может, небольшой прослойке нужно, там, допустим, свобода, да, но социология показывает, что, допустим, там, когда спрашиваешь, что важно, ну, свобода слова там на каком-то там, двадцатом, пятнадцатом месте, может быть, это, так сказать, нам и не надо, и это вообще генетика, и, так сказать, с этим спокойно жить. Нет, это мы просто, дело в том, что мы, как общество, мы совершенно не образованы, потому что, что такое демократия, это все-таки, ну, там, скажем, немцев обучали этому довольно сурово, вот, и, в конце концов, они поняли, значит, ну, других не так, то есть, для того, чтобы, ценности демократии, вообще человечество, мне, недавно осознанно, потому что, ну, где-то была демократия, там, и, и, и свобода, и люди, люди, большинство, они не видят этой связи, вот, я где-то, кто-то, я недавно слышал, или читал, я уже не помню, что, в каком-то обществе, женщины, не, не знали, они не связывали свои половые отношения с беременностью, они думали, что это независимые, независимые процессы, значит, так вот, у нас народ еще, который тоже еще не понимает, что беременность наступает в результате определенных, что какие-то действия, они приводят к беременности, значит, они, свобода, на самом деле, нужна всем, просто, очень мало людей, у нас, особенно, я помню, вот, в 90-х, когда, собственно, по-моему, это было время, время надежд все-таки, а люди говорили, нет, мне нужна эта свобода, нам нужна колбаса, но ясно же, что без свободы колбасы нет, вот, люди этого не понимают, но, в конце концов, но, в конце концов, чему-то люди учатся, и все-таки, ну, мы куда-то идем, но этот маятник, он крут, он туда-сюда, но, и у него амплитуда неравномерная, он где-то уже в другую сторону немножко не доходит, и куда-то сдвигается, сдвигается, вот, вы говорите, мы уже сейчас живем в свободном, вообще, он тоже не совсем свободный, потому что, потому что, сейчас людей сажают, в общем, ни за что, за какие-то посты, перепосты, значит, это, мы можем еще здесь говорить, там, я защищен своим именем, отчасти своим возрастом защищен, и все, а люди, какой-то провинции человек, который что-то в интернете, в интернете написал, никому неизвестен, с ним что угодно можно сделать, да, вот, но все-таки постепенно, постепенно движение идет, и когда наступит вот этот новый период, о котором я говорил, значит, кроме всего, кроме всего, ну, какое-то очевидно, будут источники знаний появятся, который может быть пропаганда, каких-то демократических принципов, люди больше будут понимать, что такое, что в свободном обществе, они могут больше получать, что в свободном обществе жить интересней, и материально лучше. Спасибо, вы хотели, сейчас одну минуту. Спасибо большое. Ну, во-первых, я хочу предыдущему выступающему ответить, для того, чтобы чему-то учиться, нужно как минимум получать информацию, если из всех источников информации льется пропаганда, значительно более жесткая, чем это было в Советском Союзе, откуда люди будут учиться. Я не знаю. На самом деле, вот вы, Владимир Николаевич, говорили о том, что мы стоим практически перед следующей перестройкой, но если мы с вами посмотрим общество перед той перестройкой, оно ждало, оно ожидало скинуть вот эту вот махровую коммунистическую власть, как-то столько народа ожидало действительно какого-то нового демократического будущего. Посмотрите, что сейчас. Я понимаю, не 76 процентов, там фальсифицировали, конечно, выборы, но тем не менее, мы встали с колен, Крым наш, мы великая держава, вокруг одни враги, и мы вот бедные, несчастные, должны с ними со всеми бороться. Я вообще не вижу в ближайшем будущем вот даже предпосылок к демократии. Спасибо. Это контрпрогноз. Нет, на самом деле, если вот ситуация переменится, и те каналы телевидения начнут, хотя бы как в 90-х годах, они начнут говорить людям что-то другое, то эти же люди, они примут, то есть, они изменят свой образ мысли, они, и им объяснят, что Крым наш, им объяснят связь Крыма с их пенсиями, с условиями их жизни, когда им объяснят, они поймут. Дело в том, что у нас основная пропаганда, конечно, люди не понимают, вот вы знаете, что, вот, я недавно слышал, я забыл, может быть, даже это Невзоров сказал, что у нас 98% это он, кто-то сказал, да, я бы, нет, я бы сказал, мягче, намного мягче, я бы сказал, 97, нет, хорошо, 97, 96%, у нас большинство людей, они просто, они не думающих, дело в том, что если они начнут думать, они додумаются до чего-то, но они просто не думают, большинство людей, он живет своей жизнью, он живет своей семьей, он живет своей работой, и он думает, там вот, как, не знаю, как сейчас говорят или нет, а раньше, раньше я помню, это сплошь и рядом, особенно деревенские люди говорили, там люди не с нашими головами, вот там они чего-то думают, значит, не с нашими головами, наше дело вот это, и люди просто, они о политике, об общественном, об общественных делах, они просто не думают, когда будут думать, когда вот жизнь заставит их, как говорят, включить мозги, они задумаются, вот эти 98%. Владимир Николаевич, ваша убийственная сатира, вы понимаете, она играет роль, вот, восхода солнца на Лысой горе, и все тираны, и все вот эти вот, вся эта нечистая сила, которая захватывает власть, она всегда боялась смеха. И я вам просто хочу сказать, во-первых, выразить свое много-много летнее восхищение тем, как вы пишете, что вы пишете. И я вам хочу сказать, что ваши произведения давным-давно разобраны на цитаты, не хуже, горе от ума. Это, как говорится, ушло в фольклор. И я говорю от имени тех читателей, поверьте их, ваших почитателей, их очень-очень много, которые не поверили в перестройку, что что-то может быть построено, и давным-давно отплыли к другим берегам. И оттуда смотришь иногда за жизнью в России, ну, как вот с этой Международной космической станции. И в связи с тем, что обстановка так меняется, и, к сожалению, не в лучшую сторону, вопрос. Не пришла ли пора написать еще один вариант гимна? А первый вариант был до старта осталось 14 минут. Нет, нет. Я же написал. А, вы же все... Да, да, да. Который... Его разобрали... Его разобрали, да, да. На цитаты, он разлетелся. По интернету. Мне присылали раз 15. С разных концов света. Вер, спасибо, спасибо, что так откровенно в глаза сказали, Владимир Николаевич, все, что вы о нем думаете. Да, мне, кстати, недалее как вчера прислал человек, прислал человек, говорит, что вот есть такой вариант, приписывает тебе. Значит, я говорю, этот вариант я написал 18 лет тому назад. Ну, вы знаете, что я написал вариант гимна, который обсуждался в Думе. 23 голоса я получил. Да, да, да. Вот. Но... Да, да. Я что-то хотел сказать. А, нет, нет, не про гимна. А вот про что я хотел сказать. Что вот дело в том, что вот... Это вы говорили, что вот люди, что тогда ждали, хотели и все такое. К сожалению, очень много хотевших, действительно, и на ваше высказывание тоже, уехали за границу. И эта свобода сыграла злую шутку, потому что эти люди очень нужны в стране, которые уехали, потому что уехали талантливые, активные, умные, образованные, да. Они уехали, они бы очень, если бы они здесь были, они бы поджимали это вот все. Понимаете? И власть вела бы себя... Вот власть бы не позволила себе быть такой, какая она есть. Но все равно эти люди где-то там они есть, и это все... И все равно... И когда вот можно будет говорить, и где что-то... Когда средства массовой информации начнутся... Займутся массовой информацией, то многие люди все-таки... Многие люди многое поймут. Вот так. Спасибо. Спасибо. Владимир Николаевич, банальный вопрос. Ваши творческие планы? Не пора ли написать роман «Москва» 2084? Спасибо. Ну да. Ну, может быть и пора, но уже как-то... Давайте я вам лучше прочту все-таки свой гимн вот этот, да? А так. Значит... Я его написал... Ну тогда с предисловиями и послесловиями. Значит, я его написал в 2000 году, когда ваш земляк пришел к власти, и сразу же пошли слухи... Не упрекайте так уж прямо. Ну, а я плохое разница сказал. Может, я с гордостью сказал. То есть, нет, призвал к гордости. Значит, вот. Да. И пошли слухи о том, что вот будет гимн. А я подумал, думаю, да нет, не может быть никакого гимна, потому что еще нет государства. У государства нет никакого определенного лица. Я считаю, что вот гимн, например, Божий царя храни очень соответствовал тому строй, который существовал, когда существовал этот гимн. И гимн Советского Союза тоже он отвечал тем реалиям, которые были. А тут, значит, что такое? Что собой представляет наше государство? Это тогда было, и даже сейчас это все остается, потому что одни, значит, куда-то хотят к свободному рынку, другие хотят назад в советскую, ну, в советскую действительность вернуться. Там одни, значит, стоят в очереди у пояса Богородицы, другие все еще к мавзолею стоят, значит, и все такое. Значит, совершенно разные. Но потом я вижу, оказывается, уже всерьез, всерьез, значит, обсуждается. Тогда я понял, что вообще надо тогда написать, я попробую совместить несовместимые. И вот я решил в одном тексте, мне кажется, я совместил несовместимые, я написал и напечатал это в газете «Известия» тогда. Сейчас бы это не напечатали. А текст был такой, я его немножко потом еще над ним поработал, несколько слов изменил по сравнению с первоначальным вариантом, но в окончательном виде он так выглядит. «Распался на веки, союз нерушимый, стоит на распутье, беспутная Русь, но долго ли будет она неделимой, я этого вам предсказать не берусь. К свободному рынку от жизни хреновой, спустившись с вершин коммунизма народ, под флагом трехцветным, с орлом двухголовым и гимном советским шагает в разброд. Славим Отечество у каждого столика, где собирается нынче народ, и горячо обсуждаем символику, и не имеем важнее забот». Так, дальше я припев не буду петь, а просто куплеты один за другим. «Когда-то под царской властью мы жили, но вот наступила заря октября, мы били буржуев, мы церкви крушили, а также приставили к стенке царя, потом его кости в болоте достали, отправили в Питер на вечный покой. Простите, товарищи, Ленин и Сталин, за то, что дошли мы до жизни такой». Значит, припев, потом куплет. «Сегодня усердно мы Господа славим, и Ленину вечную славу поем, Дзержинского скоро на место поставим, тогда уж совсем хорошо заживем. Всем выдадим все, офицерам квартиры, шахтерам зарплату, почет старикам, а злых террористов замочим в сортире, ворам-олигархам дадим по мозгам». Потом опять припев, и, значит, последнее. «Коррупционеров загоним в бутырку, чтобы знали, насколько закон наш суров, зато мужикам раздадим по бутылке, а бабам на выбор дадим мужиков. Символику примем, заплатим налоги, и к светлой заре по прямому пути, вот только бы опять дураки и дороги нам не помешали до цели дойти». По-моему, мне кажется, что он и сейчас злободневен, потому что все это... А, да, после этого, да, когда я написал, это мне позвонил покойный Сергей Юшенков, значит, который сказал, что он хочет предложить это на обсуждение в Думе в качестве официального текста. Значит, спросил у меня разрешение, я ему разрешил. Через некоторое время мне позвонил какой-то человек из администрации президента и спросил, «Это правда, что вы разрешили Юшенкову предложить ваш текст в качестве официального?» Я говорю, «Да, а что?» Он сказал, «Ничего». И положил тропку. И положил тропку. Потом Юшенков предложил, он собрал певцов, они спели, записал на диск, предложил в Думе. Там очень сердились. Там этот самый был Геннадий, как его? Селезнев. Он очень сердился, говорил, что текст хулиганский, но мы должны его обсуждать, потому что законодательная инициатива депутата. Потом Губенко говорил, «Я знаю, что войну очень хорошо заплатили и знаю, кто». Я решил, что он, наверное, пробрался в бухгалтерию из Вести и узнал, что мне заплатили 46 рублей гонорар. Вот. То есть обсуждение было и я получил 23 голоса. Вот так. Что завершать, может быть, гимном, как полагается. Ну, давайте еще один вопрос поставим. Надо было лечь, правда. Владимир Николаевич, позвольте выразить вам свое восхищение. Я сижу просто далеко, волнуюсь. Можно вам будет подойти подписать у вас книжку. Да, обязательно потом все подпишем. Все, это весь вопрос. Спасибо вам огромное. Это все? Да, все. Спасибо. Спасибо. Замечательно. Вы знаете, у нас... А? А, у Паши, ты попросили. Ну, давайте еще один вопрос, ладно. Вы как автор. У меня, собственно, школьный вопрос, извините. Значит, ваши авторитеты в литературе, кто, может быть, повлиял на вас вот изначально на строй вашей прозы и так далее. Есть такие? Ну, конечно, есть. Но каждый, я думаю, каждый литератор по каким-то влияниям начинает, а потом уже отходит. Ну, я не знаю. Дело в том, что вот писатели моего поколения делились на... Ну, так грубо говоря, на две категории. Были, которые ориентировались на отечественную литературу, на русскую, а были, которые, ну, больше на них влияла западная литература. Это Аксионов, Гладилин, вот, и другие. Я... Я... Для меня была важна, во-первых, русская литература, это Гоголь и Чехов, во-вторых, вот эта вот линия, там Сервантес, Шарль де Кастер, там Теллин Шпигель, вот литература такого рода. Ну, и кроме того, очень сильное влияние на меня оказало, может, оно не чувствуется, но на меня очень сильно повлиял Андрей Платонов. Ну, хотя это, наверное, не чувствуется, да. А вот, я хочу, а уже заодно тогда вопрос. Когда вы писали Чонкина, вы думали о Швейке или нет? Потому что это расхожая такая вещь, что все говорят, что Швейка... Можно я только... Просто я здесь читал-то кое-что на эту тему и увидел там, причем не одну, а нескольких таких литератур, господи, овеческих и критических статей, критических в хорошем смысле этого слова, так тоже бывает, вот, и там, значит, сопоставляют Чонкина и Швейка, Войновича и Гашика, да. Я даже прочитал такое мнение, разница между Гашиком и Войновичем. Войнович любит людей, а Гашик нет, а Гашик злой по отношению. Да. Это Миша Бройович сказал тоже, примерно, что-то похожее и Ржеменцель, который поставил... Который фильм делал, да. А, он это и сказал. Он чех, а он это и сказал. Ну да, да. Вот. Да, но дело в том, что, ну это естественно, все всегда говорят и поскольку... Абсолютно. И поскольку Швейк был написан раньше Чонкину, то, естественно, значит, но иногда Чонкин называют бравый солдат Чонкина, но Чонкин, а Швейка отличаются тем, что он не бравый. Чонкин, Чонкин совершенно не бравый. Значит, Чонкин, если Швейк, он сам ищет каких-то приключений, да, то Чонкин нет. Он от них отстраняется, но события на него находит. Так он становится, он становится, как я говорю про Чонкина, Чонкин естественный человек в неестественных обстоятельствах. Вот. Ну вот что-то такое, да. Спасибо. Спасибо большое. У нас еще... Спасибо. Спасибо. Еще не все.